ДОН-24 Статистика положительная, если можно это говорить, или все-таки такая, неутешительная? Я вам благодарна, что вы поднимаете сегодня эту тему, потому что эта тема злободневная, она актуальна для нас, так как приближаются большие летние каникулы, и статистика, к сожалению, в каникулярное время не радует нас. Цифры говорят о том, что именно в каникулярное время количество несчастных случаев, количество правонарушений со стороны несовершеннолетних растет. Поэтому задача и родителей, и системы образования в целом, чтобы отдых детей был организованным, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день избежать несчастных случаев можно только тогда, когда ребенок находится под присмотром взрослых. И поэтому сегодня задача родителя продумать, как ребенок будет проводить времяпрепровождения в июне, в июле и августе месяце. Ну вот, если в это углубляться немножко, многие родители везут детей на моря, на курорты и так далее, но многие ведь остаются в городе. Что, так скажем, делается для того, чтобы в городе их досуг как-то организовать? Лучший вариант, который можно только сегодня придумать, это когда родители совместно с ребенком проводят время в каникулярное время. Они разрабатывают образовательные маршруты и могут показать все преимущества и страны, и за пределами страны вместе отдохнуть с ребенком. Но, к сожалению, такой процент родителей, он незначителен. Поэтому мы понимаем, что все три месяца не каждая семья может позволить себе провести с ребенком. И государство в целом, и город Ростов-на-Дону в этом направлении делает немало. В этом году выделено почти 60 миллионов рублей на организацию летней оздоровительной кампании. Только в городе Ростове-на-Дону в июне и в июле будет работать 77 пришкольных лагерей. Это когда у родителей есть возможность отдать ребенка в лагерь, где он будет проводить время с 8.30 до 14.30 ежедневно с обеспечением двухразового питания под присмотром педагогов. В этих лагерях разработаны интересные программы, которые предусматривают посещение и музеев, и выставок, и посещение бассейнов. То есть и развлечения, и образование? Да, и поэтому у родителей есть такая возможность, особенно для детей, это характерно для детей младшей возрастной группы, записать ребенка в лагерь, абсолютно бесплатно получить эту услугу. Кроме этого, сегодня по линии соцзащиты закуплено почти что 4 тысячи путевок совершенно бесплатно для детей из малообеспеченных семей. И каждая семья сегодня должна знать, что государство компенсирует расходы на оздоровление ребенка, что независимо от социального положения до 50% от затраченных средств на приобретение путевок сегодня семья может получить в качестве возмещения. А если мы говорим о малообеспеченных семьях, то такое возмещение может составить 90% на каждого ребенка в семье, независимо от количества детей. Поэтому вот это очень важный социальный ресурс, которым сегодня может воспользоваться каждая семья, и его нужно использовать. А что касается в целом по линии образования, то сегодня мы ориентированы на организацию профильных смен. Как правило, такие профильные смены проводят на побережье Азовского, Черноморского побережья. Сегодня почти что 4 тысячи детей у нас выезжают за пределами города Ростова-на-Дону на различные соревнования, смотры. Поэтому, если ребенок посещал учреждение системы дополнительного образования, то, как правило, такие выезды организованы, и семья, и ребенок может воспользоваться этим. Сейчас много всего рассказали, чем можно воспользоваться, и компенсации, и так далее, и смены, и лагеря. Что родителям, чтобы далеко не уходить, что родителям нужно сделать, чтобы выбрать, так скажем, куда обращаться, чтобы за всем вот этим? Ну, прежде всего, это, конечно, учреждение образования. Если мы говорим о летних пришкольных лагерях, нужно обратиться к руководителю образовательной организации, подать заявление. Эта форма носит заявительный характер, и ребенок будет записан на площадку пришкольного лагеря. Если мы говорим о приобретении путевки, то это органы социальной защиты, где дадут четкие пояснения, что необходимо, какие документы представить, чтобы получить возмещение. Если это ребенок из малообеспеченной семьи, то, еще раз подчеркну, есть возможность получить абсолютно бесплатную путевку, либо через органы соцзащиты, либо по линии образования. Если ребенок увлекался, ну, например, у нас сегодня созданы отряды юн армии, и такая профильная смена военно-патриотической направленности сформирована, и часть детей поедет в лагеря вот по этой линии. Если ребенок занимался проблемами экологии, то у него есть возможность попасть в экологическую смену и провести летний отдых в лагере экологической направленности. Если ребенок занимался журналистикой в течение года, у него есть возможность попасть по линии журналистики. Ну и, конечно, не могу стороной обойти детей одаренных и способных. Сегодня есть масса возможностей, если ребенок представлял свои проекты, если вел научно-исследовательскую деятельность, то такие дети, опубликовав на сайте свои достижения, результаты своей работы, получают возможность выехать в Артек. Либо в образовательный комплекс «Сириус». И таких детей у нас десятки по городу Ростова-на-Дону, которые используют и эту, в том числе, возможность. Много вообще пользуются семей вот такой вот возможности? То есть поездками, всеми вот этими благами, которые дает государство, всеми этими льготами, много людей пользуются? Много. Статистика за семнадцатый год говорит о том, что более девяносто процентов детей получают той или иной, по тому или иному направлению возможность отдохнуть. Более девяносто процентов. Вот так, да? Это Черное, в основном, Азовское море, да, я так понимаю? Черное и Азовское побережье, да. Сказали, назвали юнармию, экологию, журналистику, что-то еще, может быть, какие-то еще направления, может быть? Да практически все направления, по которым сегодня работает система дополнительного образования. И нужно сказать, несмотря на то, что у нас всего 21 учреждение, вот по линии образования, которая работает по программам дополнительного образования, спектр услуг довольно-таки широкий. И я сегодня хочу акцентировать внимание родителей, что несмотря на то, что у нас летний период, учреждения дополнительного образования продолжают работать. Кружки и секции. Мы запускаем программы, они рассчитаны на краткосрочный период времени. Это возможность ребенка попробовать себя в различные программы и определиться уже с дальнейшим выбором в сентябре месяце. Поэтому сегодня на сайте управления образования, а с 1 июня и на сайте администрации города весь перечень кружков, секций, системы дополнительного образования, которые будут функционировать с 1 сентября и группы будут комплектоваться с 1 сентября, у родителей есть возможность совместно с ребенком сделать свой выбор. Либо попробовать по той или иной программе обучить ребенка в период летнего периода. И система дополнительного образования сегодня представлена в каждом районе города. Поэтому адреса, контактные телефоны, какие документы необходимы, чтобы подать все это на сайте, вся информация есть, и ей можно пользоваться. Если опять же возвращаться к видам отдыха, то есть, ну и так далее, да, все-таки опаснее всего, если так можно говорить, какой вид отдыха? Опаснее, когда ребенок находится вне зоны видимости родителей и без присмотра взрослых. Поэтому мы сегодня говорим о том, что есть перечень объектов в городе, который, этот перечень утвержден городской думой, где находиться ребенку одному без сопровождения родителей, либо законных представителей нельзя. И это абсолютно верно, потому что они несут и представляют угрозу для жизни. А что это за общество? Ну, это различные объекты, где строится, идет строительство. Это объекты, где, как мы называем, несанкционированные свалки. Это объекты, где без сопровождения родителей ребенок не может находиться, в том числе и пляжи. А у нас наступает, да, сезон, когда пляжи открыты, нам иной раз скажется, что ребенок самостоятельно может там быть. Это вокзалы, это аэропорт, это остановочные комплексы. Поэтому без сопровождения родителей после 22 часов ребенок не может самостоятельно находиться на этих объектах. Это родители должны знать. Еще раз подчеркну, перечень таких объектов утвержден решением городской думы. И это абсолютно правильное решение, которое еще раз напоминает родителям об обеспечении безопасности для детей. То есть самое главное, чтобы дети были под надзором, да, так скажем? В том числе, да. Если, ну, наверное, такой вопрос, да, дайте несколько советов родителям. Как вот вообще себя вести летом, так скажем? То есть, ну, вот в плане того, чтобы это было и безопасно, и интересно, и если несколько общих... Знаете, с возрастом понимаешь, что нужно ценить каждую минуту, которая есть у родителей, чтобы провести эту минуту со своим ребенком. Потому что, к сожалению, в суматохе, да, жизненных проблем мы забываем о самом главном. То, с чем родитель остается, собственно, на протяжении всей своей жизни. Это наши дети. И вот ценность совместно проведенного времени, она, наверное, на годы потом сказывается в дальнейшем. И я бы хотела посоветовать сегодня родителям находить каждую свободную минуту, которая только возможна, чтобы провести ее вместе с ребенком. Это гораздо полезнее для развития ребенка, для его роста, для его мира понимания, мира ощущения. Поэтому, уважаемые родители, лето, наверное, нам дается для того, чтобы большая часть из нас побывала в летних отпусках. Я вам желаю провести с удовольствием его вместе с вашими детками. Спасибо большое за интересный разговор. Это была программа «Что волнует» на телеканале ДОН-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся.